Сразу два внеочередных заседания провели в пятницу депутаты Тверской городской думы. В фокусе внимания парламентариев были самые разные вопросы. Основной среди них, конечно же, бюджет областного центра на будущие годы. Подробности в нашем первом материале выпуска. Пятое и шестое заседания нового состава думы прошли в Твери 18 ноября. Начали свою работу парламентарии с обсуждения вопроса о приватизации муниципального имущества. Данный список рассматривается ежегодно. Речь об объектах, которые висят на балансе города, не принося никакого дохода. Зато их реализация может пополнить казну областного центра. Там более 80 объектов, которые включены в план приватизации. Пока нет желающих их приватизировать, но план у нас выставляется. В 2023 году надеемся, что эти объекты найдут своего покупателя. Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение в первом чтении проекта бюджета областного центра на 2023 и на плановые периоды 2024-2025 годов. Рабочей группой было предложено внести ряд поправок в проект. Так депутаты считают необходимым увеличить сумму доходов на будущий год по ряду источников. Штрафы, аренда земли и муниципального имущества. В целом же, главный финансовый документ Твери сбалансирован и обеспечивает исполнение всех социальных обязательств. У нас самый основной потребитель бюджетных денег – это социальная сфера и в основном образование. Поэтому на это в основном будут потрачены деньги, но также потрачены деньги на благоустройство города. Это также будут продолжены ремонты дорог, ремонт будет продолжен и тротуаров. Крупулезно подходят депутаты к рассмотрению бюджета. Всего же, согласно проекту, общий объем доходов планируется в объеме почти 9 миллиардов 759 миллионов рублей. Из них налоговое и неналоговое поступление – 4 миллиарда 607 миллионов 163 тысячи. Общий объем расходов – около 9 миллиардов 758 миллионов 777 тысяч рублей. Таким образом, бюджет сформирован без дефицита.